Андрей, такое большое количество митингующих на прошедшем митинге говорит о том, что недовольствие накопилось в очень многих сферах жизни россиян. И, соответственно, количество будет расти, вероятно. Несмотря на это, митинги в России и в Москве проходят довольно мирно по сравнению с зарубежными. Ну да. Но действия полиции оцениваются как очень жестокие. Ты можешь объяснить, почему они так делают? Вот. Но действия полиции, они, конечно, абсолютно не симметричны тем действиям, которые идут от участников этих демонстраций, митингов, даже не санкционированных. Когда мы видим, с одной стороны, что в какого-то полицейского бросили бумажный стаканчик и попали куда-то, в каску, в землю, куда-то. А с другой стороны, человека бьют по печени, просто реально берет и бьет кулаком по печени девушку. Ты говоришь про задержание активистки, когда полицейский уронил дубинку и просто так ударил ее живот. Да. И пока рука у него шла до земли, а по пути он ударил девушку по печени, непонятно за что. Либо задержание, когда просто людям голову разбивали до крови, да. Мы видели, когда люди лежали просто на полу, и их били дубинкой непонятно за что. Просто вот непонятно за что. Они шли мимо, они говорят, мы вообще не митингующие, а их бьют дубинками. Да, мне кажется, не стоит вопрос о том, что митингующие или нет. Митингующих тоже это бить нельзя. Ну, абсолютно, да. Также задержание людей с инвалидностью. Да. Но при этом уголовные дела заводятся по как раз таки стаканчикам, летающим урнам, которые даже не видели кто к ним. А в адрес силы, которую применяют росгвардейцы, да, абсолютно необоснованы силы. Никаких проверок, никаких дел не применений, никаких заявлений, да, от колокольцева, от золотова. Законно ли тот момент, что они надевают маски? Ну, с точки зрения закона, ну, наверное, они надевают это в рамках безопасности. В безопасности самих сотрудников права, что они не знают. Конечно, конечно, но это во всем мире. Такое обморгирование, да, чтобы обезопасить этих же сотрудников. Ну, это, мне кажется, и законно, и с точки зрения права. На примере парижских беспорядков можно отследить тенденцию к тому, что заводятся взаимно встречные дела. Да, и против полиции, и против митингующих, тех, кто применял силу. И, как можно увидеть по видео, там происходили настоящие боевые действия. В нашей стране это не так. Почему? Ну, потому что здесь власть сразу на стороне силы, на стороне своих. Потому что, как вам сказать, вот эти ребята, которые надевают каски, это их единственная возможность заработка. У них там мамы такие же, которые не могут найти себе работу. Папы, вся семья в кредитах, там детей надо чем-то кормить и жен. И они бы с удовольствием перешли на сторону оппозиции. Я же задаю вопросы, вот когда меня на митинг захожу, там сумки проверяют, метро у меня. Говорят, я говорю, что вы сейчас 100 тысяч будете проверять, вот так все сумки при выходе из метро. Он говорит, да мне это вообще не надо. Вот у меня приказ начальства. И это для них заработок. Это не то, что их миссия, их жизнь. Вот, и туда вот попадают вот такие садисты, которые бьют там по печени девчонок, да. Абсолютно они не идейные. Их никто не проверяет, насколько качественно они будут выполнять свою работу. И многие из них готовы перейти на сторону оппозиции и встать в эти ряды. Но им это не дает только то, что они на работе. И они должны зарабатывать эти деньги. Но как только против них власть начнет заводить дела уголовные, многие из них будут переходить на сторону оппозиции сразу же. И снимать маски, каски, как это делают полиции в Италии, да. И как это было в 91-м году, когда военные отказывались, да, стрелять по мирным демонстрантам в 91-м году у Белого дома. И дивизиями просто переходили на сторону Бориса Николаевича Ельцина против вот этой коммунистической хунты. Они это все уроки истории извлекли. И они этого боятся. Что народ, армия, полиция могут быть на одной стороне. Ну, судя по тому, как был переписан бюджет, 20 миллиардов были списаны из социальных сфер, пенсионной и социальной. 16 миллиардов, по-моему, с пенсионной, остальное социальной сферы и перекинуты на силовые ведомства. Последние деньги, конечно, отобрали с социальных расходов. То есть, по сути, сэкономлены из-за пенсионной реформы, я правильно понимаю? Ну, и по всем статьям. По всем статьям стараются экономить, потому что важно сейчас не то, как живет общество. Я имею в виду для тех, кто сидит в Кремле, и для тех руководителей корпораций, которые возглавляют друзья Путина, для них важно не то, как будет развиваться Россия, для них важно, чтобы власть не сменилась, для них важно, чтобы не начались проверки того, как в их руках появились миллиардные состояния. Им это важно. Поэтому единственный способ удержаться и у власти, и, естественно, удержать свои капиталы, это узурпировать власть. Не допускать неугодных кандидатов на выборы, не допускать демонстрантов на улице, не допускать вообще единения народа против того произвола, который происходит в нашей стране. Хорошо. Вот два вопроса. Первый про полицию, второй про митингующих. От лица полиции, от лица митингующих. Неужели никто в Росгвардии и в полиции не понимает, что происходит? Прекрасно понимают же. Многие и не понимают, потому что там проводят с ними эти все политинструктажи и говорят им, что это все наимиты, иностранные, враги нашей Родины. Они куплены, они уходят за деньги. Другого выхода у страны нет. Как жить так, как мы живем? Будет только хуже. Некоторые в это искренне верят. Но когда они приходят домой и видят, как живет их семья, они видят, что их жена не может никуда устроиться на работу, там получают 10 тысяч рублей, детей надо кормить, родители-пенсионеры тоже, все больные, нет денег на лекарства и так далее. Все в долгах, все в кредитах, надо чем-то платить. Но полиция не единственная структура, где можно заработать денег. Вы знаете, в нашей стране сегодня это практически единственная, наверное, структура. Это один из легких вариантов, да? Одна из основных вот таких сфер, куда можно легко попасть и заработать хоть какие-то деньги. Получается, у нас государство создает специальные условия, выгодные для того, чтобы люди оставались полицией, несмотря на все внутреннее недовольствие и несогласие с действием власти, правильно? Конечно, конечно. Они их деньгами покупают. Они вот патриотическое начало вот в этих полицейских просто убивают. Когда человек говорит, что я борюсь с врагами, а борется со своим народом, а при этом защищая тех врагов, которые против этого народа принимают все эти законы и обворовывают этот народ уже на протяжении многих лет, мне кажется, это не патриотическая полиция, не патриотическая армия. Это армия, которая антинародная. Это на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Второй вопрос. Вот митингующим, как себя вести после задержания? Вы имеете в виду во время того, как они пребывают? Нет. У кого просить помощи, что нужно знать, какие-то основные советы? Ну, у нас есть и правозащитные организации в огромном количестве, которые оказывают помощь задержанным. Это и ОВД-Инфо, это и Движение за права человека, и Московская Хельсинская группа, и даже юристы Навального Алексея помогают. У них, по-моему, на сайте есть такая возможность, если вас задержали, получить юридическую помощь вплоть до Европейского суда. И они даже помогают с выплатой штрафов. Нужно отдать должное, что они свой вклад вносят в борьбу за свободу в нашей стране. И поэтому есть огромное количество возможностей для того, чтобы избежать, как вам сказать, хотя бы как минимум получить компенсацию от Европейского суда потом. Потому что в наших судах вас признают виновными, вы будете сидеть столько надо и так далее. Но, конечно, когда режим смеется, все эти люди должны быть реабилитированы. Государство должно извиниться перед ними за то, что с ними происходило, и выплатить им компенсацию. Это новые, политически репрессированные 21 века. После митингов 3 августа к многим задержанным домой приходили представители военкоматов, банков, судебных приставов. В общем, взяли их по полной. Скажи, пожалуйста, что это значит и к чему это может привести? Ну, вы знаете, это такой же способ запугивания митингующих, чтобы они не ходили на митинги, чтобы знали, что их там ждут судебные приставы, коллекторы и прочее. По поводу судебных приставов и коллекторов. Вот когда Зюганов в Государственной Думе у нас заявил, что на организацию митингов и выборов выделил он там 1 миллиард, но при этом общая задолженность там насчитывалось около 126 миллионов за всеми задержанными. Спрашивается, что, из этих денег нельзя было покрыть задолженность? Ну, у Геннадина Речи как-то не сходится просто картинка. Тем более, вот 126 миллионов это как бы цифра просроченной задолженности. А уж если говорить о текущих задолженностях и вообще задолженностях нашего населения, не зря же министр экономического развития Максим Орешкин в своем интервью Алексею Виндиктову сказал, что в 2021 году нас ждет экономический коллапс, коллапс банковской системы, когда уже количество взятых кредитов население сможет уплачивать. Экономика точно провалится в рецессии. Вот наше моделирование показывает, что если ничего не делать, регулирование не менять, этот момент настанет в 2021 году. С такой слабой экономикой мы не сможем обслуживать все эти кредиты. Отвечают по своим обязательствам. Да, абсолютно. И люди, которые выходят на улицу, это ими движет. Вот эти задолженности огромные, да, и они понимают, почему они не могут их заплатить. Они понимают, что работу они достойную, где они могут и самореализоваться, и заработать деньги, чтобы выплатить долги, они ее в этой стране не могут найти из-за политического режима. И именно поэтому они выходят на улицу. Потому что выборы им сворачивают, возможности на перемены им не дают, и поэтому они выходят на улицу. Если бы у нас не была такая тяжелая экономическая ситуация в стране, то, наверное, митингующих было бы меньше. Потому что все мы знаем, что людей выйти на улицу должны быть серьезные основания. Особо политические права в нашем обществе не так ценны. Вот экономические права, да, для людей более важны. Но пока население вот не будет видеть взаимосвязи между политическими правами и свободами, да, и экономическими своим благополучием, вот я думаю, что до этого у нас мы так и будем жить вот в таком трудной жизненной ситуации. Большинство населения будет находиться в отсутствии работы, с такими огромными долгами. Эти коллекторы, да, будут у нас теперь зарплату получать, понимаете? Вот еще куда можно пойти поработать? Причем там платят какие-то копейки, наверняка, тысяч 20-30, ну если по Москве. Причем эти коллекторы сидят в регионах, чтобы платить еще меньше, в районе 10 тысяч. И вот они там сидят, обзванивают людей, вот эти все на нервах. Работа, конечно, не позавидуешь. Причем план им невозможно выплатить, потому что с кого ты можешь стрясти кредиты, если у людей нет работы. Такая тяжелая очень ситуация в стране. Тяжелая. И, конечно, недовольство населения будет расти. Понимаете, если бы у людей была надежда, вот надежда на то, что все наладится... Я думаю, поэтому они на митинги выходят, потому что есть надежда. Если бы надежды не было, все сидели дома. Если бы была надежда, что в стране все исправится, все наладится, при вот той ситуации, которая происходит сейчас, то люди бы не выходили. То они бы, конечно, надеялись. И эта надежда была. Когда Владимир Владимирович пришел в 2000-х годах, надежда была у всех. Но вот сейчас, вот молодой политик, относительно молодой... По сравнению. По сравнению с теми, кто был до него, вот сейчас все наладится, мы пойдем вперед, развивать нашу страну, нашу экономику. А в итоге получилось, что мы реставрировали эту старую, авторитарную, неэффективную систему, на которой держалась советская власть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok